Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка белогуба была тупа Здравствуйте, дорогие друзья, доброго времени суток Наша программа уже 59 выпуск, песня 21 В общем, вроде как в эфире У меня, по крайней мере, горит такая заставочка Запись типа включена И что же, кто у нас там в эфире есть, кто нас наблюдает Хотелось бы понять, дорогие Уже кто-то наблюдает Вроде кто-то наблюдает, да? Сегодняшний, так Михаил? Привет, Михаил Вижу Регина И еще какие-то лайки полетели В общем, получается, 4 человека я вижу, отлично Значит, программа начинается Ну, вы пока собираетесь, друзья Собираетесь, собираете своих друзей Можно позвонить кому-нибудь Потому что сегодня будет исключительный случай Обычно я в этой программе В программе 21 Ханюк Игорь, Аня Азинлян А, вижу, да Смотрят Симур Владимиров Чего? Моя вредная американка Привет 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 И собираетесь всех американцев В общем, значит, ух, я прям как увидел Я уже забыл, о чем хотел говорить Вот Хотел говорить о том, что сегодня исключительный случай Дело в том, что обычно я в этой программе исполняю песни Именно от своего сочинения Но сегодня я сделал исключение Потому что есть такие песни Которые как бы становятся твоими от того, что ты их долго исполняешь Или от того, что ты их через себя пропустил В общем, хороший исполнитель По большому счету является соавтором автора Когда я исполню, вы все поймете, о чем я толкую Толковать долго не буду Давайте рассказывать, как там у вас дела Как меня слышно, видно Значит, в эфире Симон Маринов, Болгария Болгария Максим Верняцкий Минск Носуэ Сбирайтесь, хлопчина, девчата Сбирайтесь Вот, у нас сегодня еще с нами много народу в контакте Да, сегодня мы расширяем это Здесь у нас много тоже присоединилось к нам Тамара Пущина, Екатерина Бубнова, Сергей Иванова, Артем Терещев, Стас Фалькович, Ирина Цветкова, Спиридон Гречухин, Марко Нопрев, Николай, мне всех не перечисли Но Очень много Андрей Усов Я клятвенно обещаю, что после эфира, по крайней мере, я всех увижу Вот, если вы напишите хотя бы одно слово, тогда будет чувак еще Галя Дулькина смотрит Галя, привет Миша, наверное, тоже смотрит Вот И что хотел сказать Что вот Песня, которую сегодня хочется исполнить Эта песня называется «Козел отпущения» Вы понимаете уже, о чем где-то речь То есть речь, естественно, об экологии И спонсор сегодняшней программы Заславовский Александр Это он мне подогнал такую замечательную футболочку Речь идет об экологии Но исполнять эту песню Почему-то сейчас у нас не очень-то принято На территории, которая называется Российская Федерация Вот Даже некоторые музыканты, которые мне обычно помогают На сцене, да Говорят Миша, давай эту песню не будем исполнять Вот Давай не будем Вот такой как бы Голос Владимира Семеновича Высоцкого Сорокалетней давности Как некое такое завещание Привет нам всем Вот Ну раз не надо Значит Надо решил я И вот в канун 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 Дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого Соответственно мы играем Это будет 25 января На Пушкинской 9 Кстати Аня приезжай Мы тебя ждем Да Что там мне взять Аня Рэ смотрит Аня Рэ да Аня Рэ да Аня Рэ тоже Вот Регина смотрела Очень хорошо смотрит Значит Приезжайте, да Вот 25 Сергей Пелевин Привет Привет Серега Репетируем Серега Репетируем Зажигалки готовимся А может и к лампушке Мало ли чем Понятно Салават Юлаев пишет Спой про Путина Ну Салават Ты же понимаешь Что сейчас произойдет Сейчас мы споем Про козла отпущение У нас в Петербурге снег У нас снегом замело Вы знаете На самом деле Снег Такая неожиданность Для Властей Города Просто Просто неожиданность Они никогда не знают Что зимой бывает снег Все таки Кругом Машины Засыпаны Снег не убран Уже на недели две И это уже все Стало льдом И машины Просто чтобы Выехать Из Отъехать от дома Нужно Отдалбивать уже ломом Потому что это было Белико теперь Было заледенелось Потом это Снова снег И снова лед И машины просто Вмерзли в лед Вот По крышам гуляют Гастарбайтеры Вот Я сегодня одного Привязал Чтобы он не упал Ну Все Вот такая история И эта история повторяется Когда идет снег У нас когда-то была Начальница У нее было прозвище Стакан Почему Стакан Почему не рюмка Не понимаю В общем Не помню Полное звание В общем Такое прозвище было Не знаю почему Совсем на стакан Была не похожа Но в общем При ней та же самая фигня Творилась То есть все время Город заварен Гастарбайтеры Падают с крыш Кругом лед Чердаки Не утеплены В том смысле Что Греются Нетеплоизолированные И сверху Свисают так называемые Сосули Уже Уже второй погонник В городе Но та же история Ну эту историю Оседлали наши Депутаты ЗАГСа Там Вишневский Да Кто у нас еще Там Ковалев Максим Резник Да и вот они Сейчас пытаются Так это Потрясти Начальство Ну Вот Одновременно В районе Петропавловской крепости Ковыряют Военные прорубь Очевидно Для того чтобы Но именно ковыряют В том месте где большое течение И Сброс канализации То есть Если человек там будет Окунаться То его может запросто По течению Унести под лед Предупреждаю Что у нас в Петербурге Перед Петропавловской Есть Нормальная Прорубь За которую Слят энтузиасты Много лет Она где-то Длиной Метров 15 Шириной метра 3 Не запросто Можно купаться Там креститься Я не знаю что Дно всегда чистое Убрано от бутылок От стекла От арматуры А вот туда Которую сейчас На которую отмывают деньги Я вам не рекомендую Бултыхаться Я все сказал Наверное Итак Долгожданная песня Да? Антон Отвезу видео На Векис Хорошо Векису Привет Да К сожалению В этом году У меня не получается Сесть На Векис Итак Песня Про козла Отпущение В заповеднике Вот В каком Забыл Жил и был козел Рогик длинный Хоть с волками жил Не по-молчьи был Прием песенки Ой Все козлиные И пощипывал он травку И нагуливал бока Не услышит него Худом словом Толк и правдость его было Как с козла молока Но вреда на к дождю Никакого Он жил на выпусе Возле озерка Всегда забываясь нам помнить Озерка Такой кооператив у нас Под Петербургом Может вы не знаете На всякий случай Справка такая Он жил на выпусе Возле озерка Владимир Семенович скорее всего Имел в виду это Что он жил на выпусе Возле озерка Не вторгаясь Чужие владения Но заметили Скромного козлика И избрали В козлы Отпущения Па-па-пам-пам-пам Па-па-пам-пам-пам-пам Пыли Козла Вот например медведь Полому петлому А обхормит кого нибудь Ну по медovichему Тут враз козла найдут А-а-а Приведут и пьют Пырыгавал И промежем Не противился он сех кей Насилию со злом А он сносил попой весело и гордо Сам медведь сказал Ребята, я горжусь козлом Героической личности, понимаешь Косье морда Перегли козла, ну, прям как наследника Вышло даже в лесу это запрещение С территории заповедника Не отпускать козла Отпущать козла А козел себе Все скакал козлом Но пошател стал В тихомолочку Он как-то бороду Завязал узлом Из кустов назвал Волк с волочью А когда очередное отпущение получал Ну, все за то, что волки Лишку отпущили Он-то как будто бы случайно По медвежьи зарычал Но внимания тогда не обратили Пока хищники Меж собой дрались В заповеднике Крепло мнение Что дороже всех Медведей и лиск Кто? Дорогой козел Примаш Отпущение Слыхал козел Да и стал козлом Эй, вы, серый качик Светлопегие Отнемогать у вас Рациона волков И медвежьи Примилегии Покажу вам Козью морду Настоящую в лесу Разнесу туда-сюда По драфарету Всех на роги намотаю И по кочкам разнесу Я славлю по всему По белу свету Не один из вас Будет землю жрать Все подохните Без прощения Отпускать грехи Кому? Это мне решат Это я, козел Отпущи меня В заповеднике Вот в каком Забыл Правит бал, козел Не по-прежнему Он с волками жил И по волчьи взвыл И рычит теперь По медвежьему Ну вот такой эфир у нас сегодня будет Получается Что я должен добавить К этому Что у меня случилось В районе Фейсбука Очевидно Вот Но я думаю, что в районе контакта Там все нормально Контакты все нормально Контакты все нормально Да? Да Я думаю, что мы в любом продублируем Из контакта Фейсбука Эту запись Что еще на сегодняшний день происходит На сегодняшний день На 18 января Значит Происходит следующее Что Все-таки украинские моряки Они находятся пока в Москве Вот Кто бы мог подумать Хотя бы лет 10 Что такое может случиться Вот Делитесь этой записью С друзьями И До следующих Наверное встреч Кого будет возможность Приходите на спектакль Нашего солнца Успел Забыть Сказать Все Сказал Главное сейчас Событие у нас Это 25 января Будет наш спектакль Приходите Вот А дальше Немного непорядка Что поделать Да Жизнь Продолжается Но Замечательно Что у нас есть Все-таки интернет При помощи которого Мы можем игнорировать Центральный телеканал Я уже забыл Когда я нормально Выступал На центральном телеканале Или Мои песни Транслировались На На какой-нибудь Радиостанции России А еще 10 лет назад Это было Вполне Вполне Даже Реально По крайней мере 18 лет назад Это было вполне реально Все Шибко больно Обнимаю всех Пока Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»